Началось все с того, что первые двое суток были постоянные провокации. Каждые полчаса понавелся стрелковый огонь, ввелся огонь с автоматических гранатометов. Противник нас постоянно выводит на контакт. Они хотят заставить нас работать более тяжелым вооружением, поскольку имеют небольшое преимущество в территории и в количестве вооружения, а также и в БК. Противник имеет возможность расходовать огромное количество снарядов, боеприпасов по нашим позициям. Мы не имеем права, во-первых, открывать огонь в ответ без приказа. Получаем разрешение на ответный огонь очень запоздало, противник меняет позиции. Все вот эти вот разброты, шатания приводят со временем к небольшим потеям. Особо сильных потерь нет, есть легкие осколочные ранения, минимальные. В следующие дни было более-менее затишье во время дождей и ливня, но потом они получили, скорее всего, приказ перед 22 июням, как говорится, снова нас вывести на контакт, чтобы показать всему миру, что мы наступаем. То есть я обнаружил, кстати, такой интересный пост несколько дней назад, как артиллерия ДНР останавливает вторжение УКРов. И там 5 САУ самоходных артиллерийских установок, которые открывают огонь в нашу сторону. Сколько никакого наступления в условиях перемирия, такой позиционной войны, которая позаимствована с Первой мировой. То есть сам нонсенс нашего всего сейчас АТО, стояние на позициях стационарных, это действительно в 21-м столетии, в 21-м веке, это действительно нонсенс. Такого не может быть. Война, это война маневров, должна быть современная война, то есть они позиционные. Противник знает наши позиции, использует эти знания, то есть постоянно атакует нас из позиций, которые нам неизвестны, сколько они постоянно меняют. А мы стоим, как сцепные псы и ждем команды. Мы, в принципе, не теряем бодрого расположения духа, у нас есть много сил, у нас есть желания. Только нам дадут приказ наступать, мы будем наступать. Слава Украине!